Сегодня у нас двадцатая глава, конец шестого отдела капитала, добьем еще седьмой и первый тон закончен. Это последняя глава по поводу заработной платы, для новичков напомню, что такое заработная плата, заработная плата это цена рабочей силы на рынке, то есть на рынке сидит какой-нибудь грузин, говорит, да и картошка дешево, отходи покупай, ты рядом с ним садишься, говоришь, эй, хороший инженер, дешево, работаю сверхурочно, пошу за половину средней заработной платы, ну и тебе, соответственно, покупают, вот это и есть цена рабочей силы. Далее, что у нас еще можно повторить из старого, по поводу карточки, опять же, как с картошкой, у нас получается есть сезон, когда урожай, не урожай, когда она столько созрела, ее много дешевая, есть когда весна, ее все съели, она дорогая. Так и на рынке труда то же самое происходит с зарплатами, ты пришел в угол, сейчас там эпидемия, все болеют, людей не хватает, работников не хватает, и там, а, давайте скорее сюда, мы тебе хорошую цену за тебя дадим, как за рабочую силу. Ну и наоборот, ситуация, когда работников много, пандемии нет, у тебя там закопейки набирают, то есть цена, точно так же, как и цена картошки, может варьироваться года в год. Соответственно, если ты устроился на работу, когда хорошую зарплату платили, тебе повезло, когда плохую, тебе не повезло. То есть, все зависит не от того, сколько ты чего делаешь, а от того, какое состояние на рынке труда. На рынке труда, соответственно, если ты хочешь продать заново свою работу с большей силой еще раз подороже, ты умаляешься в старые работы и устраиваешься на новые, пока цены на труд высокие. Ну и наоборот, ты берешь, копирируешься с твоими товарищами, выходишь, так сказать, на запастовку и заставляешь хозяину платить тебе больше денег. Вот. Далее, в предыдущих две главы мы рассмотрели саму зарплату, да, что у нас есть смешанная в основном, как правило, но состоит, как правило, и закладная часть, то есть, когда вам платят за время и за сдельную. То есть, когда вам платят за то, сколько вы количества штук товаров сделали, продали, отремонтировали, неважно. И теперь мы приходим к такому интересному моменту, что когда мы сравнивали зарплату в рамках одной страны, было более-менее понятно. Да, ну, в Лондоне живут, англичане там ходят друг в дружку в гости, цены везде одинаковые, налоги одинаковые. Там мы сравниваем, продаем свою рабочую силу на рынке, на местах. Но во времена Маркса уже была глобализация, рабочая сила туда-сюда ездила. Маркс опять же описывает, как французы, допустим, приезжали в Англию работать, а другие, какими-нибудь англичане по другим профессиям, ездили во Францию. Они так туда-сюда лутались и перемешивались. То есть, доступность железных дорог и водного транспорта, паровая машина приват к тому, что население стало мобиленым и стало ездить туда-сюда. И, соответственно, возник вопрос сравнения заработной платы уже не в конкретных местах, стране, а в целом по всему миру. То есть, почему во Франции зарплата одна у Ткачей, а в Англии другая, и можем ли мы ее вообще сравнивать. Ну и Маркс начинает перечислять основные тензисы, которые надо учитывать при сравнении заработных плат разных стран. Ну, опять же, мы знаем, что у нас разные стороны разные, везде свои обычаи, допустим, интенсивность труда в какой-нибудь Испании, у них в обед жарко, у них все есть, в обед они не работают. Какие-нибудь мусульмане, им там надо 5 часов в день помолиться, никуда ты не денешься. И какие-нибудь там русские или английские христиане, которые там по 12-14 часов херачат. И вот вопрос, как их сравнивать, если они работают в разных условиях, в разном темпе, в разной интенсивности он называется. Далее, следующий пункт, который в этом моменте надо учитывать, что если мы сравниваем зарплату, нельзя просто брать или количество полученных денег считать, а зарплату переводить в количество штук, то есть то, сколько единиц товара произвел рабочий. Окладу мы не сравниваем, это отдельная ситуация, мы хотим все-таки сравнить, мы сравниваем именно выпуск конкретных единиц товара. Современный пример сразу приведу. Был у нас под Ленинградом такой завод Ford и был точно такой же завод Ford в Бразилии. На одной и той же фирме работали. Один в один. Выпуск продукции одинаковый. То есть сравнивать вообще зашибись просто. И посмотрели и выяснилось, что бразильские рабочие за выпуск этих автомобилей Ford получают больше денег, чем российские рабочие. Наши, естественно, сразу возмутились, а как так? Что там эти папуасы, они вчера с дерева лезли со своей амазонки, джунглей? Что они там получают больше, чем мы? Ну, менталитет русского человека, бывшего когда-то великой страной. Сейчас в Бразилии у нас по ВВП обскакала уже Россию на два, к моему, места. Ну, не важно. Может, давно старели. Бразилия обскакала по ВВП России, но они сделали забастовку и добились сравнения заработной платы в Бразилии на заводе Ford и на заводе Ford в Ленинграде. На тот момент, если не ошибаюсь, он порядка 120-140 тысяч не встал. То есть так значительно много, и это было уже лет 5, наверное, в массажах. Если я ничего не путаю, извиняюсь, на дату у меня плохая парень. То есть, когда мы выпускаем одинаковое количество товаров, мы легко можем сравнивать. Это легко и просто. Но есть еще много других вариантов и моментов, которые тоже надо учитывать при сравнении заработных плат. Марк в следующий пункт называется «Цена денег». В каждой стране цена денег своя. Проще всего, допустим, мы, россияне, получаем какую-нибудь зарплату у себя, приезжаем отдыхать в Крым, на Украину, в Белоруссию, в Казахстан. Там у них экономика, мягко говоря, в швах. Денег у них мало, то есть они продают свои товары за копейки буквально. То есть, купить у бабушки молока стоит там в два раза еще, либо по-говорящим у нас. Соответственно, цена денег разная. Потому что там деньги имеют более высокую цену, потому что люди их получают на рубки реже. То есть, мало денег получают, они становятся как сокровища. Каждую купюру начинают хранить, в конвертик вкладывать. И наоборот, туда денег много в обороте, они, соответственно, перестают цемиться. Ну там, что, пошел 100 рублей за молоко отдал, да и все. А какую-нибудь отжигу это зарплата за сутки работы. То есть, цена денег в разных странах разная. Это надо тоже учитывать. Следующий момент. Уровень заработной платы может восприниматься каждой стороной по-разному. То есть, там есть пример, как раз в стране суть за не англичанами. Рэд Грейд, по-моему, привел такой товарищ. Смысл примерно следующий. Для капиталистов, которые фабрикой управляют, он смотрит и говорит, блин, что-то мои рабочие как-то много зарплаты получают. А во Франции рабочие не дешевле. Как-то это неправильно. И, соответственно, рабочие, по свою точку зрения, тоже думают, что-то, блин, что-то нам платят мало, а у Франции-то больше. То есть, у капиталистов и у рабочих ощущение денег тоже бывает разное. И если кто-нибудь там говорит, что надо скорее пригнать таджиков, и они будут у нас работать, потому что они дешевле, это может быть на самом деле не объективно, а потому что человек, который это заявляет, ему так кажется. Ну, мне кажется, что таджиков нанять дешевле. Хотя может зарплату у них и выше, чем у русского. Так, следующий пункт. Какие у нас еще бывают различия? Есть еще разные законодательства. В каждой стране своя налоговая система. То есть, сколько там налогов, как взимаются и за что уходят. Если бы у нас, допустим, было только 13% налогов, там соседней стране тоже 13%, ну примерно понятно. Но это основной налог. У нас есть косвенные налоги, там НДС 20%, а в соседней стране нет или там 10%. То есть, опять же, при сравнении заработной платы это надо учитывать. То есть, не вся зарплата, которую получают рабочие на руки непосредственно, это является его зарплата. У нас очень хороший пример косвенного налога такого. У нас отчисление пенсионный фонд, то есть, страховальный медицинский, пенсионный фонд, он занимается предприятием до начисления зарплаты. То есть, тебе начислили зарплату, посчитали, сколько надо отправить в социальный фонд на медицину, отправили это все дело, а тебе уже готовую цифру дали. То есть, по идее, ты смотришь, в расчетке цифра такая, а на самом деле для предприятия, бухгалтер, когда считают, сумма большая. Ну, естественно, капиталист смотришь, сколько же тебе денег ты получил. Ну, понятно, что ты получаешь от этого на 28, если не ошибаюсь, 29% меньше. Ну, какая разница, он-то на общую смету смотрит, сколько у него предприятия работает. То есть, налоги точно так же надо учитывать. Так же Бразилия, так же Россия. Хоть завод Форт-1, налоговая система разная. Что у нас еще разное в Бразилии и в России? Ну, все знают, да, у нас холодно, сима, зимнюю одежду, зимнюю квартиру, платить за отопление, зимнюю резину, если у машины есть. То есть, то солдом залить. В Бразилии лето, шубу тебе не надо, жене шубу не надо, машину можно летнюю, на летней резине заправлять летним топливом. Все это дешевле. То есть, опять же, напрямую сравнивать зарплаты в России и... В Бразилии уже, извиняюсь, изыком себя запитается. Напрямую сравнивать их нельзя, потому что социальные условия чуть-чуть разные. Поэтому, по идее, наша рабочая сила, которая работает, выпуская те же Форты, она должна быть дороже, чем в Бразилии. Потому что в Бразилии выпускать автомобили дешевле, рабочая сила дешевле. Опять же, мы все знаем, все производства в свое время поехали в Китай, когда там была рабочая сила и тепло. То есть, где берег моря, тепло. Китайцы там в одних штанах работают, галышев, ну все нормально. И топить завод не надо, ничего делать не надо. И возить удобно по морю. Потом цена рабочей силы в Китае подорожала. Не подать лиг, и водить надо. Там еще еще больше, чем в Китае. Ситуация так же. Тепло, море, все есть. Следующий вопрос. Тут надо будет нам табличку нарисовать. Маркс рассматривает промышленность, которая тогда была, на размер. На то, насколько фабрика крупная. Пример я новый, к сожалению, не успел найти. Может сделать то же самое, при помощи интернета. Сделать то же самое. Он берет предельные фабрики, которые выпускают пряжу. И сравнивает. Он, правда, эти цифры взял, надо сказать, наверное, у Ред Грейла. Он просто их приводит от другого экономиста. И вот он смотрит, что в Англии в среднем на фабрике, на одной фабрике, находится 12600 веретен. То есть веретено, которое крутит эту нутку делать. Это в среднем на одной фабрике. То есть фабрики все крупные. Там табличка большая. Мы возьмем поменьше. В Швеции уже 8000. То есть там фабрики меньше. В Бельгии еще в два раза меньше 4000. И Франция. В России ее не брал. Там вообще все печально. Говорить об этом не будем. Да и сравнивать неправильно. Здесь все-таки капиталистические государства. У нас на тот момент еще в среднем ходе целевризм все дела. Еще в гардное производство снова. То есть это количество, грубо говоря, станков на каждой фабрике в среднем. При этом сколько работает конкретно на каждой фабрике из этих человек. То есть мы берем количество веретен и делим на количество работающих на этой фабрике. То есть в Англии у нас получается 74 человека. В Швейцарии у нас 55 человек. То есть уже меньше. В Бельгии 50 человек. И Франция жалко 14 человек. То есть совсем-совсем мало. О чем говорит данная табличка? Первое, что для большой фабрики нужно меньше людей. Технологии на тот момент примерно одинаковые. Мы не говорим о том, что это разные фабрики. Это одна и та же фабрика, просто в разных странах. Перенося сегодня наш форт, который у нас здесь производится в Бразилии. Это разные форты могут быть. Потому что у них на конвейере может быть разное количество автомобилей. При этом чем больше товара выпускает фабрика, тем меньше человек надо. То есть тем больше на одного человека приходит из станков. Там есть вообще запредельные примеры. Когда на одной фабрике в Англии работает один человек, с двумя помощник. Они справляются. А делают там больше, чем целая фабрика с кучей людей во Франции. Почему происходит? И чем крупнее производство, тем, все мы знаем, продукция дешевле. Если крепать автомобили, как когда-то в начале века, небольшими сериями, они будут все дорогие. Труда уходит много, конвейер работает слабо, автоматизация низкая. А обслуживающий персонал весь нужен тут декабрь. Бухгалтерия все равно нужна, независимо, какая у него. Юристы, все это обслуживающая система нужна. Поэтому чем крупнее фабрика, тем дешевле транспорт. Как сделал Форд свои деньги, на чем разбогател. Изобрел конвейер. Выпускает много продукции на большой фабрике. Соответственно, у него много автомобилей на каждого рабочего приходится. Соответственно, во-первых, зарплату может платить больше, чем у его конкурентов. А во-вторых, у него цена единицы товара ниже. Маркс, опять же, подправляет немножко этот момент. Это у Радгрейва, когда он считал эти цифры, эти числа, он учитывал, что в Англии, допустим, часто сразу на одной фабрике делают и нитки. На вередине плетут нити, а из этих нитей еще и делают ткань. То есть, английская фабрика, мало того, что более производительная, так она еще и больше продукции выпускает. Но Радгрейв это не ученый. Опять же, мы должны понимать, что везде чуть-чуть разные условия. Чем крупнее производство, тем ты можешь больше их распроверить. Далее, следующий пункт. Вывод из всего этого дела. Что если мы сравниваем эти показатели, мы должны четко себе усвоить. Что вот эта крупность производства и разные условия труда на них приводит к тому, что напрямую эти уровни заработных плат мы сравнивать не можем. Даже если у нас есть конечное количество выпускаемых товаров на текущих станках. И опять же, он приводит экономиста своего современника. Мы бы его сейчас, наверное, называли либеритарианцем. Который выводит на основе этих данных вывод о том, что так и так мы сравнили. Тут же очевидно, чем меньше на набор рабочих останков приходится, тем зарплата нечет. Прямая связь. Что Маркс говорит, что ни фига не прямая связь. Приводит еще куча примеров, почему, как и что. Все нюансы, которые мы перечислили, надо учитывать. От начала до конца, что все это может изменяться. И вот этого товарища, либеритарианца, активно там размазывает по своей книжке, критикуя его за его выводы. Опять же, у этого либеритарианца есть такая, почему я его назвал, у него есть такая посылка. В принципе, наши либеритарианцы делают то же самое. Они считали, что в государство вмешивается производство, когда насильно вводят ограничения на рабочие деньги. Отдельно вводят ограничения по налогам. Опять же, мы заметили такую вещь, что государство на тот момент уже начинали заниматься профессионализмом. То есть, это когда страны вводят пошлины на ввоз товаров из соседних стран. И в ряде случаев, опять же, о чем пишет Маркс, что некоторые государства целенаправленно, чтобы захватить рынок, подстегивают своих производителей и демпингуют стоимость товаров настолько низко, чтобы он, грубо говоря, не приносил прибыль, а только сам окупался. Но при этом можно было задавить всех конкурентов, стать монополистом. А потом встать, так сказать, три шкуры людей. Есть хороший пример. 70-е, 60-е годы, не помню, я уже давно читал. Опять же, та же самая Южная Америка. Компания Coca-Cola зашла на рынок. Цены на свою Coca-Cola поставили минимальные вообще за копейки. Народ стал пить только Coca-Cola. Местные напитки прохладительные перестали покупать, они были гораздо дороже. Они цену снизить не смогли. Государство проморгало тот самый момент, когда надо было ввести торговые пошлины на эту Coca-Cola. Ну или, опять же, Южная Америка, все мы знаем, там занесли кому надо. И вопрос был решен. И буквально за пару лет они захватили весь рынок, все конкуренты разорились. А они, соответственно, стоимость на Coca-Cola подняли. А все люди уже привыкли, во-первых, выпить. А во-вторых, конкуренция, ну ничего с этим не поделаешь. Другой водички у нас нет. И, соответственно, они потом за эти два года себе все привыкли. Опять же, мы сегодня можем пойти в магазин, посмотреть на Coca-Cola. Была литровая, там сейчас 0.8-0.75. Брал-то раньше, привык брать за ту же цену пол-литровую Coca-Cola. Сейчас можешь на 0.4-0.38, там еще не понятно, какие цифры. То есть определенный деппинг есть и как раз этот либертариан критиковал государство за то, что оно так плохо поступает и вмешивается в бизнес. Нельзя мешать бизнесу, он сам все порешает. А все эти вмешательства со стороны государства, они только на минус. В этом глава заканчивается. Рассмотрение заработной платы и власть. Потом мы перейдем к накоплению капитала. В этом будет вопрос. Я, собственно, знаю о том, что в нашей стране происходит такая вещь, как укрупнение производства. То есть, ну, есть там два, допустим, завода и на бумаге берут и, де-факто, я только про бумаги знаю, берут и делают из него единый завод. И я так понимаю, что, собственно, по данному закону, ну, о том, что чем крупнее производство, тем больше продукции оно производит, ну, там, на человека. Вот это не работает, но или все же работает? Мы, когда смотрим на укрепление производства, играет много факторов, да, мы рассматриваем заработную плату и как она на это играет. А крупные предприятия, ну, крупному предприятию легче выжить. То есть, кризис не кризис. У нас, когда объединяются предприятия, какой-нибудь там, не знаю, корпорация сухой, Росатом, что у нас там крупная есть. То есть, те корпорации государственные, которые скопают кучу заводов и подминают их под себя, становятся единственным маховладельцем. Они же не сводят это все в одно место, не ставят больше станков, не ставят меньше туда людей. Нет, они ничего не сделают, они просто юридически покупают эти предприятия и ничего не меняют. То есть, что толку от того, что у нас там купил какую-нибудь Восточную Версию, наши сейчас возьмут и купят, да? Или завод из города Большом Камни, что их там купил, этот самый Холдинг-дельцавод. Ну, и что толку от того, что он купил? Росат Гидро купил в компании. Они все покупают, но там чуть-чуть в другом. Просто, чем крупнее бизнес и больше продукции разные он выпускает, это было в предыдущих главах, тем он более устойчив к кризису. То есть, сегодня не покупают корабли, хорошо мы будем продавать лодки, лодки хорошо продают. И продают лодки, там, не знаю, у нас есть фирма, которая делает машины, машины продают, то есть они поддерживают по власти остальные. То есть, это просто идет накопление капитала и присвоение мнений. То есть, монополизация рынка. Это естественный процесс, опять же, рассматривали. Я понимаю, да. Да-да, конкурент. Если конкуренция, то просто рано или поздно поглотишь тексты и фрагу. Ну, я просто имею в виду вот про… Ну, мы, когда с отцом моим спорили, он говорил про то, что в Росстате там снижается количество заводов, вот. Просто потому что, мол, вот берут там два завода, они называются там по-разному, и юридически они два разных завода берут и делают из них один, единый завод. Не компания скупает два завода, а именно один завода единый делают. Это вот… это вот… как происходит? Это не о том, опять же. Дело в том, что это один единственный холдинг. Что такое холдинг? Это, грубо говоря, контора, где сидит бухгалтер, главный директор. Они покупают другие компании, больше ничего не делают. Вот в этом холдинге, где одни купили завода, звезда в большом камере. Купили дольцевод здесь, купили там кто-то себе пристроил за ремонт. Они покупают, то есть, это холдинг, они принадлежат им всем. Но это все юридические лица разные. То есть, на каждый сидит свой директор, на каждый свой главный бухгалтер. То есть, они этим просто владеют. Это просто переток капитала в одни руки. Централизация. Концентрация. То есть, владелец один, капиталист один, а у заводов как было, так и осталось. Поэтому мы вопросом, как завод-то читаем? А если, допустим, завод делает, допустим, резину для автомобилей Жигури, Lada или как они там сейчас называются, а сам-то это не завод, он сам делает резинку. Она нужна только для автомобилей Lada. Соответственно, это вот считать один завод или два завода, велика. А юридцом может быть как одном, так и разным. Могут быть, опять же, все эти холдинги, они, страхуясь от риска банкротства, они покупают не полностью компанию, а часть компании. Сколько там акций, сколько им надо, сколько смогли купить. И, соответственно, этим заводом владеют пять холдингов. Если даже он разорится, то есть, потеряет не целиком завод, а только там 20%. То есть, опять же, это избавление от риска. Ну и много других, на самом деле, факторов. Там санкции, когда против завода, и их директоров вводят. А там вели какие-нибудь санкции против, не знаю, Абрамовича. Абрамович владеет этим заводом, соответственно, санкции вложат на этот завод. Что делает Абрамович? Он скидывает половину акций, говорит, там мне всего 10% это не мой завод, все, снимай санкции. Обратная ситуация. Абрамович там пришел, эй, Вовка, здорово, как оно там, слушай, я там санкции не даю, давайте мне там каких-нибудь ништяков скинешь этим заводом. И будешь с вологией брать или еще что-нибудь. То есть, это чуть-чуть не о том. Это имеется в виду то, что количество товара, сколько оно стоит, стоимость выпуска каждого отдельной единицы, сколько для этого требуется станков, и сколько людей требуется для его обслуживания. Ну и соответственно, какая зарплата, да? Потому что, если здесь 14 человек, ой, 14, извиняюсь-ка, люди, что я говорю, это станки, которые наматывают на одного человека. Пардон. Я бы глупость большую сказать. То есть, понятно, что этот выпускает там чуть больше 100 единиц товара, а эти выпускают там, грубо говоря, калькуляторы, может быть... Ну, больше, короче, больше. Но зарплата у них при этом не плана. То есть, она может быть больше, она может быть меньше. Почему, опять же, Маркс ругал этого товарища, своего, другого экономиста, который, который обозвал реальности, что это напрямую никак не связано и не работает. Но сравнивать при этом мы должны, ну, мы же должны понимать, как он работает. Потом сравнивать надо. Но напрямую анализировать, писать какие-то связи, надо думать, смотреть, разбираться. Угу, всё понятно, спасибо. Ещё вопросы есть? Угу. Или уже все устали, пора по дамам? Угу. Я хотел... Угу.